Мам, скинь мяч, мы с ребятами на площадку пойдем. Эту фразу многие из нас произносили чуть ли не каждый день. Сдертые коленки на плохом поле или на асфальте – вот итог таких приключений. Сейчас же все более цивилизованно. Проект «Битва площадок» от АБФФ – один из таких примеров. Сегодня мы проводим фестиваль, итоговый фестиваль в рамках проекта «Битва площадок». Проект молодой, проект новый. Второй сезон всего лишь у нас за нашими плечами. Тем не менее, мы видим в этом проекте большую перспективу. Вообще, проект предполагает развитие три важных направления. Это инфраструктура, массовый футбол и элитный футбол. По всей стране 13 площадок, на которых проводятся различные спортивно-массовые мероприятия. И у каждой площадки есть амбассадор, это игрок национальной сборной, именем которого эта площадка и называется. Ну и сегодня мы подводим итоги второго сезона. Все представители приехали сюда со своими детьми, с мальчиками, с девочками. И мы подводим итоги, будем вручать подарки, сувениры. В качестве амбассадора в площадок игроки национальной сборной. Большая часть из них уехала в ОАЭ на сборы. Но двое из тех, кто участвовал в проекте, остались в Минске. Связался менеджер со сборной, написал, что вот в Березе там открывается площадка, чтобы побыл амбассадором и вот так вот получил. У нас такого не было точно. У нас дали мяч, да и все, пошел, поиграл в футбол, пришел домой. Конечно, было бы прикольно, было бы интересно. Если ребенок хочет играть в футбол, то почему бы или нет? Это надо больше, больше, наверное, делать таких мероприятий, чтобы дети играли в футбол и у нас какой-то был прогресс в футболе. Мы с каждым из амбассадоров предварительно проговаривали. Мы говорили о том, что есть такой проект и что участие, скажем, игрока как амбассадора на этой площадке. Это очень важно, во-первых, потому что детям прикоснуться к чему-то высокому, во-вторых, для того, чтобы как-то мотивировать региональных лидеров в том числе. Поэтому, безусловно, они готовы к сотрудничеству. И сегодня мы ждем гостей, пока не анонсируем, детям не говорим. Но, тем не менее, я думаю, что это станет для них хорошим сюрпризом. Ну и, соответственно, игроки никогда не отказываются от того, чтобы принять участие в каком-то мероприятии. Для многих из этих детишек игроки сборной – это кумиры и примеры для подорожания. Хотя бы на местном уровне. Но какими-то звездами себя никто не мнит. Обычный человек играет за сборную. Это такой же человек, как и все. Возможность для них. Но, я думаю, больше их вовлекает то, что если они на кого-то смотрят, им нравится. Вот это больше вовлекает. И им хочется такими стать, либо добиться там еще больше. Вот это вовлекает. А это как помощь для развития. Возраст участников в среднем 10-11 лет. Такой формат идеально подходит для развития футбольных навыков на этом этапе взросления. Чем больше удастся увлечь сейчас, тем больше будет отдача в будущем. В этом году мы сделали это мероприятие для детей 10-11 лет. Здесь нет какого-то возрастного ограничения. Мы так речили с региональными лидерами и на этом варианте остановились. То есть это удобно для них в плане найти детей. Ну и, соответственно, я думаю, что просто данный формат фестиваля очень хорошо подойдет данному возрасту. И стимулы даже, ну, надеяться, что не так много в телефонах сидеть, можно собираться, играть, как-то развиваться. Это в любом случае только плюсы. Отдел массового футбола в поиске оптимальных форматов для своих проектов. Вот и тут очередной эксперимент. Для нынешнего поколения постоянно нужно придумывать что-то новое. У нас 6 игровых площадок. И на каждой игровой площадке дети играют в различных форматах. То есть 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3 и так до 6 на 6. Соответственно, они забивают мячи. Эти мячи лидер записывает. И по итогу фестиваля сумма забитых мячей за все 6 матчей – это и есть итоговый результат. И согласно набранным очкам, кто больше забил, кто-то победил. Молодцы! Быстрее, быстрее, быстрее! Хорошо! Вот такими зажигательными танцами завершился второй сезон битвы площадок. Время призов от Федерации футбола. Главная награда – это счастливые лица детей. Еще один успешно проведенный фестиваль – в копилку. С радостью, если честно. Еще какие-то будут мероприятия. То есть буду ездить там. Также будут там ребят поздравлять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова